Почти 13 тысяч человек посетили выставку «Из века в век. Сокровище русского музея», которая уже несколько месяцев работает в Национальной художественной галерее. Подлинные полотна Шишкина, Венецианова, Кустодиева, Серова после закрытия выставки будут приняты экспертами и отправлены обратно в Петербург. Но на этом сотрудничество с коллегами из северной столицы не закончится. В эти дни в галерее проходит семинар для всех музейных работников региона. Главными спикерами выступают специалисты русского музея, которые приехали в Ешкар-Алу и на своих примерах рассказывают о действующих проектах и новых подходах в профессии. О том, чем живет крупнейший федеральный музей страны, из уст ведущих методистов русского музея Санкт-Петербурга. Национальная художественная галерея на несколько дней стала площадкой проведения выездного научно-практического семинара. В списке приглашенных 104 слушателя. Все они сотрудники музеев республики. Первый час работы семинара определил федеральный или региональный статус у музея современные подходы работы для всех едины. Музей сегодня не место тихого созерцания, а площадка запуска проектов, рассчитанных на разные целевые группы. Художественная галерея Ешкар-Алы реализует около 10 таких проектов. Это и музыка в галерее, творческие встречи, час директора, проекты для детей. Пример того, как важно определить запрос аудитории и суметь его воплотить. Каждый музей разный. Разные регионы, разные посетители, разные коллекции. Абсолютно все разное. Но я думаю, что не надо просто теряться, надо найти свою эту самобытность. А федеральные музеи, мне кажется, здесь могут помочь в тех формах, которыми мы работаем, поделиться опытом. Но вот уникальность каждого регионального музея, она должна быть сохранена. Работа галереи с русским музеем началась 9 лет тому назад. В 2010 году открыт виртуальный центр, год спустя ресурсно-образовательный. В октябре прошлого года первый совместный масштабный по меркам региона проект открытие в Яшкарале выставки из фондов русского музея. Для региона выставка уже состоялась. Ее посетили 12 700 человек. Впереди не менее масштабная задача – открыть культурно-выставочный центр русского музея в Яшкарале, став пятым городом в России после Казани, Ярославля, Мурманска и Саранска, где запущен филиал крупнейшего в мире музея русского искусства. Ресурс подобного уровня, он даст нам, конечно, очень много. Это не только ежегодные выставки, причем это выставки разнообразные. Это еще и прямое взаимодействие с сотрудниками русского музея, которые будут приезжать с лекциями, семинарами. Это то, что позволит нам провести такую образовательную экспансию и в музейной среде, и в педагогической среде нашего города. Это все очень важно для нас. Основная идея – это создание такого центра, где экспозиция, где ресурсный образовательный центр. Но я могу сказать, что в Вишкоролеве все в порядке. Он был создан в 2011 году, в 2010 году был создан виртуальный филиал. И вообще, надо сказать, что сотрудничество ведется давно уже. Ему впервые удивительно, что только в 2018 году привезли выставку из коллекции русского музея. Но это спасибо министру культуры, который, конечно, поддержал этот проект. И я думаю, что вопрос о создании культурно-выставочного центра мы, во-первых, обязательно будем обсуждать в ходе нашего визита в этот раз, но и двигаться в этом направлении. Открытие культурно-выставочного центра на базе музея в перспективе – это и создание отдельного музейного пространства, где будут размещены экспонаты и русского музея, и музея-партнера, реализуя тем самым главную задачу национального проекта «Культура» – создание единой среды, где нет разобщенности между регионами и центром. А шедевры искусства доступны каждому.